Итак, следующий блок, он последний уже, то есть мы три блока прошли с вами. Итак, каракан, система двух коней, защита Грюнфельда и каталонское начало. Вот три блока, которые встретились. И последние три партии у меня будут, они сыграны вот таким вот вариантом. Е4, С6, Д4, Д5, Е5. Так, мать цвет. В общем, 2.846 рейтинг моего противника. Если не ошибаюсь, партия сыграна в третьем туре. Я играю черными. Да, поэтому давайте мы сделаем, чтобы всем было видно, что я играю черными. Итак, слон Ф5, вариант Хенкина пока я не играю. Конь Ф3, Е6, хотя считаю, что там у черных есть неплохие контр-шансы. Рокировка и слон Ж6. Код, который я открыл для себя не так давно. И в первую партию вклею, в связи с этим, партию Дрыгалов-Овечкин, немножко прокомментированную, сыгранную в Челябинске, которую я обещал прокомментировать по горячим следам. Не нашлось времени на этот комментарий, но потихонечку, выполняя свое обещание, эта партия на моем канале будет. А4, белые хотят захватить пространство путем А5. Мне кажется, очень важно это не давать им сделать. Конь А6, конь Б3, конь Ф5. Сдвоение на А6 избежали. Но, кстати, оно не так опасно. Можно и слон Е7 ходить вместо конь Ф5. Тем более, что слона на Е7 все равно надо ставить. А надо ли раньше времени уводить коня на Ф5, это вопрос. Ну и вот, Андрей Дрыгалов играл против меня здесь ферзь Е1. С4, и возникла позиция очень похожая на ту, которую я получил против Лек Ван Клема в седьмом туре. То есть, партию с Лек Ван Клемом мы разберем. Может быть, я в нее тоже партию Дрыгалов-Овечкин вставлю, потому что там она уместнее. А польский шахматист, ну, видимо, польский раз Ма ЦФ, сыграл против меня ладья С1. Есть, кстати, интересная линия с Ж4. То есть, у черных выбор между конь Х6 и конь Х4 не так просто угадать. По-моему, лучше отойти на Х6. Дело в том, что если сыграть конь Х4, то этого слона могут при случае поймать ходом Ж5 в ответ на рокировку, например. И от черных требуется исключительно точная игра. Значит, в этой партии со мной пошли ладья С1, перс Е1. Ну и здесь можно было пойти слон Х5, очень сильный ход, идейный ход. Дело в том, что на А5 не висит. Если белое... Слон Х5 играл Драгон Солок, гроссмейстер, еще в 2008 году против гроссмейстера Милоша Перуновича. Слон Х5. Теперь, если взять слоном на А5, то просто Б6 и забрали на А4. А если забрать на А5 конем, то после ферзь С7 нет защиты от Б6 и ладья бьет А4. Потому что в случае Б3, например, белое просто без коня остается. Слон Х5, ход очень сильный. Эту партию вы посмотрите самостоятельно. Я сыграл Б6 сразу. Последовало С4, возможно, точнее, А3. Чтобы хода слона Х5 просто не было. С4. И после ладья С8, вот к этой позиции, правда, там немножко другой порядок ходов был, пришло у меня две партии на титулованном вторнике. Значит, в одной партии со мной пошли С5. Это вот в этой Олег Ван Клем бил на Д5 и ставил слона на Б5. После С5 очень хорошим ходом снова был ход слона Х5. Черные показывают, что пешка Д4 слабая. Готовы взять на Ф3, отвлекая слона от ферзевого фланга. Потом взять на С5, начать игру по линии Б. При случае. Или против пешек Е5 и С5. Там ферзь С7 и на Е5. Можно и не брать. СБ не так опасно. Мы съедим на Б6. Там будет висеть... После СБ будет висеть и на Б2, и на Д4. И у черных просто все шикарно. Вот, ход БЦ не точный. То есть, видите, вроде мне нравилось, как я играю. А, играл не точно. Теперь, если белые бьют ДЦ, то сильный ход ладья А8 дает черным великолепную компенсацию. Сейчас где-то ферзь Б8. Пешка Е5 начинает подвисать. Слон не может уйти на А4 висит. В общем, компенсация есть. На коль Д4, ферзь С8 или размен на Д4 и на С5 потеряется. Мой противник взял конем. И после размена я сыграл вроде бы правильно. Взял на С5 конем. Если слон бьет С5, то у белых вот эта позиция поприятнее. Угрожает слон Д6, слон бьет Ф8. Если взять на А4, да, последует слон Д6. И потом по линии А белые ладьи вторгнутся в лагерь черных. То есть у черных не проиграно, но похуже. Я взял конем на С5. Комп сначала критикует этот ход. А потом понимает, что может быть ход не так плох. Сейчас интересный ход был слон Ж5. Ну и помимо ответов типа Ф4 или ладья С2, могу сказать, что здесь был очень интересный ход Б4. Отдать качество. Но теперь у белых без проблем бежит вперед пешка А. У черных слаба пешка С6. Слабы черные поля. Целый комплекс. Ну поле Ф6 пока еще не ослаблено. И слон Ж6 стреляет немножко в пустоту. Его легко обойти по черным полям. У белых мощнейшая компенсация за качество. Поэтому... Попросили разобрать по конкретней момент, связанный с разменом на Б6. Вот здесь, что ли? Слон Х5, СБ, Ферзь Б6. Это? А что тут противного за черных? Конь на Б3 слабый. Ой, висит пока. А на конь бьет А5. Я, наверное, возьму на Ф3. Возьму на Д4. Напал на слона. Подвисает на Б2. Пешка С готова броситься вперед. Да. У черных тут полный порядок. Так я противно не у черных. Противно у белых. То есть можете проверить с движком. Можете проверить с кем угодно. Конечно, со слабостью на Д4. Это именно у белых противная позиция. Надо было играть слон Х5. Так. Ну вот давайте вот сюда придем. Слон Б4. Здесь у белых был очень сильный ход. Он достаточно естественный. Но требовалось найти удар на самом деле. Был удар слона Х6. Напали на коня. И на ферзь Д7. Уже ладья бьет С6. И потом слон Б5. Очень неприятно. То есть черные сейчас отыграют ладью. Ну и вопрос удержится ли. Ой, вернее белые отыграют ладью. И вопрос удержится ли черный. Ну пока что не видно за счет чего им удерживаться. Вперед готова запуститься пешка Б. То есть все-таки точнее было взять слоном. А еще точнее было пойти здесь слон Х5. Видите, мне казалось я играю здорово. Комментировал, что играю великолепно. А на деле немножко привирал. Потому что так вот смотрю и... Ну противники тоже люди. Противники тоже ошибались. То есть ход слона Х6. Белые не подняли. Подняли ход Ферзь Б3. Недооценив вот эту вот жертву качества. Очень сильный ход. Ладья бьет С6. Теперь С4. И у черных уже перевес. Потому что слон Х6 заблудился. Ему нечего на Х6 сделать. Его надо где-то жертвовать. А если его пожертвовать, то у черных будет две фигуры за ладью. Ферзь Е3. Но здесь надо было ставить коня на Х5. Чтоб вести его на Б3. Идею-то я угадал. Но здесь слон бьет С5 не побьешь. Потому что с темпом слон бьет С5. Ферзь подвис. И сейчас ладья Б8. В общем, у черных все прекрасно. А я пошел коня опять. И у белых был такой ресурс. Взяли-взяли. Слона поставили на Б5. Подорвали. Железо говорит, что здесь равенство. Что черным не о чем беспокоиться. А я вот вижу, что у белых лишнее качество. А пешки пока вперед не прошли. То есть, совершенно непонятно. Слон Б5 ход неудачный. И после коня Б3 у черных уже все фигуры великолепны. А у белых оба слона запутались в лагере черных. Их не поддерживают ни фигуры, ни пешки. И лучшим было просто отдать на С4. Кажется, что это зевок фигуры. Конь бьет С1. Но на конь бьет С1 не ладья бьет С1, а слон Б5. И выясняется, что коль пойман. То есть, поэтому черным пришлось бы взять ДС. И вот сейчас нельзя взять на Е7 и за конь бьет Е3. Но вот здесь у черных больше на лошадь. А у белых при случае пешки А и Б могут пройти. Железо пишет, что это равенство. Даже что у черных приятней после ферзь Д2. Но на деле это борьба на три результата. И они все равновероятны. То есть, скажем, слон бьет Д8. Видимо, нельзя играть из-за ферзь Д1. И грозим просто замотовать. Ну уж вечный шаг-то точно черным обеспечен. А может нет? Может не ферзь Д1? Может еще сильнее ход есть? Потому что на ферзь Д1 я пока... А, на слон А5 конь Д2 мат. То есть, нет хода слона А5 с идеей на конь Е3 ферзь Е1 перекрыться. Потому что конь Д2 все-таки мат. Приходится играть А3 или А4. Ну и вечный шаг у черных есть. А может быть, можно поискать и что-то более жесткое. Типа конь Е3, конь бьет С4 и взять на Д8. Но там тоже пешки А и Б недооценивать нельзя. То есть, слон бьет С4 давало шансы. В партии было ладья С, Д1. Я просто неизбежно отыгрываю качество. Сейчас сильный ход А6. Это и форточка, и поле Ж5 прикрыл. Ну и здесь после слона Д1 ладья Д1 сразу выигрывал ответ слон Д2. Теперь, если ладья бьет Д2, то после конь бьет Д2, уже слон на Б6 подвисает. И белые не могут забрать коня. На слон С5 будет слон Е3. Черные выиграли еще одну пешку. Пешка А никуда не идет. Слон Б5 по-прежнему ограничен черными пешками. Находится вне игры. Ну и слон С5 победы вроде бы не выпускает. Единственное, что у белых вот здесь была сильная возможность. Он ставит мне ловушки. На конь Б3 или конь Д3 он съест ферзем и съест на С7. Ладья Б7 сильный ход. Но здесь у него был очень мощный удар. Слон бьет С4. Если ДС, то ладья бьет С4 и конь связан. Мне пришлось бы напрячься и обнаружить ход конь Б3. Брать на Б3 нельзя, из-за ферзь бьет С1. И у белых проблемы и с королем. То есть при случае ферзь Ф1 грозит. Из-за ход ладьи на первый ряд. И с пешками Б2, Е5, А4. После слон бьет Д5. У черных лишний конь. Но он под боем сейчас. Белые пешки бегут, но король в опасности угрожает. Конь Д3. В первую очередь нет. Ферзь бьет С1, конечно, никто ходить не будет. После ферзь Ф3, конь Д3. Железо пишет, что большой перевес у черных. Но у меня есть некоторые обоснованные, на мой взгляд, сомнения. Пешка А прошла очень далеко. Уверенности в том, что именно эту позицию мне бы удалось выиграть, нет. А после ферзь Е3 игра черных очень легка и понятна. Съели еще одну пешку. Все фигуры активизировали. Очень сильный ход ферзь А5. Теперь вилка на Б3, на Е4. И, в общем-то, белые рассыпались. С этой партией, пожалуй, все. Так, ну-ка, сейчас я одну штуку сделаю. Значит, сейчас я превьюсну в Ctrl-C, Ctrl-Z. Сейчас перейдем к следующей партии. Да, сохранить. Ctrl-V вклею сюда теперь. Партию с дрогаловым. Итак, с леквом клеммом. 2,956 на Чизкоме. И тридцатка по рейтингу в мире классику. У меня тоже встретился этот вариант с кодом слон G6. И после перевода коня на Б3 он тоже запустил пешку вперед, чтобы пространство завоевать. Напал на А5. Тоже я защитил кодом Б6. И здесь не Ж4, как я вот говорил, что это интересно. И не С4, как играл со мной один из братьев. У меня записано, что надо делать рокировку. На ЦД, ЦД и на ладья Ц1 я сделал интересный ход конь Б8. С идеей направить коня на Б4. Вот пусть даже через А6. Поэтому я, если к ванклеммам коня на Б8 ставил. И бил ЦД не думая. На ладья Ц1 у меня написано, что есть ход конь Б8 интересный. А к отличной игре ведет ДЦ и Ц5. Ну и на слон БЦ4 тоже Ц5. В партии эта позиция у меня возникла. То есть вот с Андреем Дрыгаловым у меня получилась ничья следующим образом. Аш-3 интереснее с Ж4. Это разбирается, посмотрите в ролике. В файлике Чесбейс под роликом, когда его технический директор выложит на канале. Это все будет на следующей неделе. Все четыре ролика будут. Андрей сыграл Аш-3. И черный конь пришел на Б4. И позиция просто уравнялась. Теперь снова был интересный ход Ж4. Ввел именно к боевой позиции. Идея вот в чем. Черные не могут пойти конь Аш-4. Так как теряется слон на Аш-4. Ну, то есть его можно спасти путем Аш-6. Но это черные остаются без пешки. И еще открывают добровольно своего короля. Вот, а после коня Аш-6 вот эту позицию я оценил как неясную. Черные хотят пойти Аш-5. И получить контр-игру по линии. Конь с Аш-6 через Аш-7. Вроде бы в игру входит. Андрей сыграл конь Е1. И мы вот так вот повторили. Ну, Стокфиш пишет, что это вполне достойное повторение позиции. Ничья вполне нормальная. Лек Ван Клем пошел ладья С1. И после рокировки С4 я забыл, что надо бить ДЦ и ходить С5. Причем у меня в голове это крутилось. Но когда позиция возникла на доске, из головы вылетела. Кроме С5 есть еще интересный ход на слон бьет С4, слон Аш-5. На ладья бьет С4 это точно С5 надо ходить. Потому что не надо считаться с ходом Д5. А на слон бьет С4, может быть, слон Аш-5 даже стоит предпочесть. Вот защитит слон Е2, тогда С5. И, в общем-то, у черных все фигуры стоят нормально. Конь Б3. Ну, может быть, его белые смогут разменять. А так он не удел может оказаться. Я сыграл ладья С8. Проход конь Б8 у меня тоже из головы вылетело. И после СД, СД, слон Б5. Просто обязательным был ход слон Аш-5. Кстати, я даже не рассматривал возможность ЕД. Хотя железный дровосек говорит, что у черных достойная контр-игра в этой позиции. Но вообще страшно, когда такой центр на тебя накатывается. Поэтому я взял СД. Ну, ход конь Б8 это из партии с Андреем Дрыгаловым. Остаточное явление. Надо было сыграть слон Аш-5. Ему, соответственно, надо было обезопаситься ходом Аш-3. А слон Аш-5 он сыграл не точно. Здесь-то слон Аш-5 вообще с угрозой забрать на Ф3, сдвоить пешки. И заняться потом после Ф6 королевским флангом белых. А после конь Б8 у черных уже хуже. Надо было бить на Аш-4. И... Да, белые здесь очень точной игрой просто потовали меня. Но эту точную игру Лек Ван Клем найти не смог. То есть у черных ни одна фигура не ходит. Коня на Б8 привел. Ферзя на А7 пришлось спрятать. Слон не может отойти. Должен поле С7 караулить. Это называется пад. Он вставит плюс-минус столбик. А по-моему, просто у черных проиграно. Конь Аш-2. Ход хуже. Но перевеса белых не выпускает. То есть из-за хода конь Б8 я получил не очень хорошую игру. Слон С2. Ну и такой интересный ход. Во время стрима я обсуждал возможность слон Е4. И железо говорит, что это было интересно. То есть вот здесь у черных похуже. Но не безнадежно. Слон С2, по-моему, проигрывает форсированно. Ладья С2 еще был интересный ход. Попытаться поменять ладьи. Ну или ферзя активизировать в партии это удалось. А в ответ на слон С2 у него был забавный удар. Конь бьет А5. Мы оба не заметили. И теперь если БА, то после слон бьет А5. У ферзя нет ходов. Ладья С7, ладья бьет С2. В общем-то, пояснение и оценки не нуждается. Черным надо сдаться. Вот так вот меня могли 18 ходов обыграть. Партии, которую я считал, что провел очень даже неплохо. На коль бьет А5 надо возвращать коня назад. Ну и черные просто остались без пешки. И все время должны считаться с тем, что ходом Ф3 у них заберут фигуру сейчас. Ай-яй-яй. Лек Ван Клем сыграл коня 1. Слон Е4. Пешка Ж2 подвисла. Вместо Ф3 надо было играть Ж3. И снова у белых лучше. То есть, ну, черным вот ход хоть бьет Ж3. Очень мощный. Здесь я оценки компа, что у белых лучше, не верю. Мне кажется, что белый король совсем открыт. И от белых требуется аккуратная игра для того, чтобы удержать равновесие. Особенно в Блиц. После Ф3 слон Ж6 у черных уже приличный перевес. Стоило пойти А5. С идеей А4, в общем, как-то подфиксировать королевский фланг. Вместо этого я сыграл слон Б4. Ферзь Ф2, Ферзь С7. И здесь необходимо было коня Ф5 перекинуть куда? На А7. Чтобы согнать слона Б5 или разменять. А этого коня вытащить на С6. Вот я это не поднял. То есть, очень сильный ход был конь Е7. Конь Е6. Да, хотим согнать слона. Разменять его. И потом у нас конь Б8 тоже войдет в игру. И у черных будет лучше. Ну, то есть, перевес у них есть. Почему будет? Но он есть именно с идеей размена белопольного слона белых. Или оттиснения. Я сыграл ладья С8. Это не точно. Слабо. Скорее всего. Теперь. Ну, небольшой плюсик у черных сохраняется. Ходом коня А7 его можно было увеличить, подчеркнуть. Я пошел к конь С8. Тоже все-таки поднял идею другую. Я решил поставить коня на Б4. И это тоже неплохо. Потому что теперь белопольный слон черных получает поле С2. А конь С1 лишается поля Д3. При этом со слоном Б5 я тоже начал борьбу. Это меня радует. То есть, с Лекван Клемом я играл неплохо. За исключением нескольких ходов там, после дебютной стадии. Вылетели из головы многие вещи. И вот в этой позиции, если бы я пошел к конь С6, он почти запотован. Запотован оценкой минус-плюс столбик. Просто некуда ходить белым. При случае этот конь вообще лезет на Д3. Пока что он нападает на Д4. Ну и слон Д3 оставила перевес за черными. А в этой позиции, после ферзь С8, вместо ферзь С8, можно было сразу пешку загрызть. Это между столбиком и строчкой. После ферзь С8, он... А, после конь Б4, он сыграл ферзь Ж2, да, вот слабый ход. Обязан был ставить ферзя на Д2, не пуская коня на Д3. Но это страшно, потому что Ж5 надо считаться. Я что-то не посмотрел, по какой причине железный человечек считает, что Ж5 не опасно. Может, тут слон Е3 есть. С идеей сейчас согнали ферзя и своего на Ж5 закинем. Или на А6. Вот. То есть ферзь Д2 был ход единственный. Видимо, по этой причине. Последовала ферзь Ж2. И после ферзь С8, ну как я мог не выиграть эту позицию? Во-первых, здесь можно было взять на Д4. Конь Д3 тоже хороший ход. Здесь можно было взять на Б2 с разменом ферзи и лишней пешкой. Конь С6 тоже отличный ход. Почему я здесь-то не взял на Д4? Все заканчивается молниеносно. Нет, вместо этого конь Б4. Все равно позиция выигранная. Непонятно, по непонятной причине я не взял на Б3. То есть съедал две пешки. Ну и, в общем-то, все. Сейчас еще на Ф6 свалится или ферзи разменяются. Сыграл ферзь С2. Все равно у черных выиграно. То есть... А нет, тут уже не выиграно. Тут у него была интересная идея. Король Ф1. Подтянуть короля. И черные кони запутались в лагере противника. Вот как в предыдущем каракане запутались слоны белых. Так здесь очень непросто скоординировать действия лошадей. При случае одна из них может потеряться. У коня Б3 ходов нет. Он ошибся. Сыграл конь С3. Сейчас перевод коня на С4. Заканчивал партию. Потому что нет хода короля Ф4. Ну, можно, конечно, сыграть скромно конь С4. Но сразу выигрывает Е5. Теперь если Де, то коль Д3. И вилка. На слоная коня. А если король бьет Е5, то конь С4. И на короле Ф4. Ж5. Ну, после король бьет Д5. Коль бьет Е3. Конечно, у белых есть иллюзии. Ну, какие-то еще они могут испытывать. Потому что пешка Д еще идет. Король у черных до Е8 еще не добрался. Но, объективно, эта позиция легко выигрывается. Ход Е5 непросто найти. Я был... Как сказать-то? Сейчас. Есть проблемы с формулировкой. В общем, я его обнаружил только с помощью компа. Вот. Я был удивлен, когда я вам не комп показал. Да, Е5. Восклицательный знак, конечно. Коль Б4. Ну, и эту позицию я тоже должен выигрывать, конечно, левой пяткой. Коль Б3. Защитил пешку А5. И побежала вперед пешка Д. Все. Потом занимаемся издевательством. Фиксируем там путем Ж5 пешку А3 слабую. Отнимаем на Ф6. То есть, что хотим, то и делаем. Если сыграет неаккуратно, отнимем и на А4. Вместо этого последовало Коль С6. Но проигрывать такую позицию я тоже, конечно, не имею права. Надо было пойти Коль Б3 и Е5. Все еще лишняя пешка и выигранная позиция. Вместо этого Коль пошел какие-то пампасы. Забрел на А6. И после Ж5 это уже ничья. Надо стоять. Коль А6 и Коль Б8. То есть, либо Коль Б8, либо Е5. Зайти за пешкой А4. И, в общем-то, пешка А4 не успевает нам доставить тех неприятностей, какие может доставить. После Коль Б4 слон бьет А5. У черных уже безнадежно. Потому что Король должен и с пешкой А4 справляться. И пешку Ф7 защищать. Ну, фантастика. Вот так я проиграл Лек Ван Клему. Ну, и третья партия в этом блоке. Она чуть-чуть из другого варианта. Тоже третий ход Е5. Со мной играл легендарный базар-вокзал. То есть, Николай Власов. Он на слон Ф5 пошел Коль С3. Есть такой ход. Ж4, слон Ж6, Коль Е2. Здесь я хожу Ф6. Ход популяризировал питерский гроссмейстер Денис Евсеев. Уроженец Мурманска. Очень много хороших партий здесь сыграл. Черные... Ну, сильнейший-то ход С5. Это вообще тут к гадалке не ходи. Но ход Ф6 менее острый. Он поспокойней. После Коня Ф4 и ФЕ. Кроме Коня Ф4 есть, конечно, еще ход Х4. Этим тоже надо считаться. После Коня Ф4. ФЕ одно время считался основным вариантом Коль Бьет Е6. Но здесь у черных просто лучше. То есть, Белые должны аккуратно игрой уравнивать. На Ферзберге 6. Король идет на Ф8. И бедный Король Белых обязательно попадет под атаку. Николай сыграл ДЕ. И тоже у черных никаких проблем нет. Напали на Е5. И хотим где-то пойти С5-С4. Но я забыл про то, что надо Х5 играть. То есть, очень сильный ход был Х5. Вызвать Ж5 в принципе полезно. Хода Х3 у Белых нет. То есть, мы разбили вот эту структуру. И получаем в свое распоряжение поле Ф5. После Ж5 даже не обязательно, наверное, Д4 играть с выигрышем Пешки Е5. Думаю, что у черных хорошо и после других продолжений. Скажем, Конь Е7. А вот Конь Е7 уже надо как-то четко реагировать. Я сыграл опять же слабо. Надо было направить коня. Вот напал на пешку Е5. И Коня направил на А4 за Слоном Белых. То есть, Слон это Слон. Уничтожить его полезно. Тут у черных хорошая игра. Я пошел А6. С идеей потихонечку подготовить С5. Ф4. Сейчас надо на каждом ходу считаться с Ф5. Поэтому Ж6. Снова Железный Дровосек говорит, что надо было ставить Коня на Ж6. Теперь если Ф5, то Конь бьет на Е5. А... Если Белые Ф5 не проводят, то Конь при случае на А4 идет. Ход Ж6 не лучший. Сейчас, конечно, надо было заняться профилактикой. Король Б8. Слон Ж7. Слон упирается в пешки Е5 и Ф4. Делать этот ход мне не хотелось. С другой стороны, Ладья А8 не играет. Ее в игру ввести надо. То есть, мы ее ставим на Е8. Чтобы после С5 и Конь С6 по линии Е, она работала. Чтобы Белые не могли пойти Ф5. То есть, поставили Ладья Е8. Это превентивная мера борьбы с продвижением Ф5. Ну и теперь после... А, вот Ладья Д и Е1 не точность. Белые обязаны были ввести коня на С5. И мы видим, что они выиграли темп. И могут... То есть, Ладья не обязана вставать на Е1. Они должны пойти С4, вскрыть диагональ слону. Ну, в общем-то, у Белых здесь должно быть лучше. Ну, а в партии тоже Б3 сильный ход. Вместо КБ8 я ошибся ходом Конь С6. У Белых был отличный удар Х4 с идеей просто Х5. Ну, раз Ф5 нельзя, пойдем Х5. Кроем линию Ж и залезем Ладью в обжорный ряд. Николай поторопился, сыграл Ф5. Я должен был взять на Е5. То есть, тут ошибка за ошибкой была. Потому что после Ф6, Коль бьет Д3, ЦД. Фигур поровну. У черных лишняя центральная пешка. Здоровая. Коль при случае на Д4 идет. Пешка на Е5. То есть, центр мощный. Нет, Ладья бьет Е6. Конечно, никто не сходит. Вот. Я взял ЖФ. После слов Ж5 у Белых снова все прекрасно. Приходится. Так вот, защитил пешку Ф5. Снова надо было бить на Е5 сразу. Но мне показалось, что здесь у меня хуже прилично. Хотя Комп говорит, что компенсация полная. Коль А4 пассивен. На Ц5 его отдавать глупо. Если вести на Д3, то поле Ц3 в первую очередь будет ослаблено. Вот. Я пошел слон Ж6. После размена определенная компенсация за качество есть. Но у Белых здесь был удар. Слон бьет Д5. И черным снова надо жертвовать. Совершенно неясной игрой. У черных свои козыри. У белых свои. На мой взгляд, черными играть проще. Потому что у них слоны. Как говорил Савелий Григорьевич, про такой у кого слоны, тому принадлежит будущее. Но король у черных как-то все-таки чувствует себя не очень комфортно. Я сыграл, значит... А, он сыграл здесь. Вместо слон бьет Д5. Конь Ф4. Я мог взять просто пешку Ж4. Потом пешку Е5. Вместо этого я сразу взял на Е5. И меня могли вот так вот уничтожить. На ЕДФ разбьет Ф5. Ну и эта позиция у черных совершенно безнадежная. Потому что король полностью лишен защиты от атаки по белым полям. Николай взял на Ж6. И эта позиция у него уже близкая к проигранной. Но, конечно, я путаю. То есть здесь надо было пойти или Б5. Пешка С5 защищена. И это была одна из идей Конь Б7. А может и Тараш, Олег Рычков. Может и Тараш. Да. В этом случае мои извинения за то, что я вас в заблуждение ввожу. Был ход хороший. Конь Д6 с идеей Коня на Е4 поставить. У черных лучше. Я пошел Конь Ж4. И сейчас бац. Слон бьет Д5. Ба Ферзь бьет А6. Уже вроде бы... А, вместо Ферзь Е2. Точнее было Ферзь Ф1. И Слон бьет Д5. В чем разница сейчас на вскидку сказать не могу. Может быть на Ба Слон бьет Е6. Не знаю. И нет связки. Можно будет еще на Ф5 забрать. Вот. А после Ферзь Е2 Б5. Мне удалось здесь раскрутиться. Белые ошиблись. Взяли на Е6. Был у них какой-то другой ход. И после Слон бьет Е6. Я просто не заметил такую идею, как Ферзь Ж3. То есть я понимал, что надо попасть Ферзьем на С3. И мат на Б2 неизбежен. Но почему-то из поля зрения совершенно вылетел вот такой длинный ход. Еще можно было сыграть Слон А8. Но в этом случае после А6 все равно бы пришлось поднять Ферзь Ж3. А если мы не видим хода Ферзь Ж3, а А6 видим, то зачем же нам пускать пешку на А6? Вот я сыграл логично. Конь Ф2. Напал на ладью. Теперь снова Ферзь Ж3 заканчивала сразу. Но еще один логичный ход. Теперь просто обязательным было Слон А8 с идеей Ферзь Ж7. Я пошел Ферзь Д6. Напал на мат. И сейчас, сыграв Слон Ж4, белые прикрывали пункт Д1. И, в общем-то, компенсация за фигуру у них полнейшая. У черных же тоже белые поля ослаблены. То есть, здесь идет борьба на три результата. Никаких сомнений нет. Даже черным, может быть, надо поменять Ферзей. Скажем, Ферзь Д4. Взять ладьей. Напасть на Слона. Скорее всего, они должны остаться сильнейшей стороной. Потому что могут создать матовую атаку. Но гарантии нет. Последовало С4. С4 ход слабый. Сразу заканчивала ладья Е8. Слона связали. Еще и Ферзь готов при случае прыгнуть на Д2 или на большую диагональ. Вместо этого следует ладья Ф8. Ну и вот эта позиция выигранная. Ферзь Х2 грозит мат на Б2. Но почему я не поставил форсированный мат, для меня загадка. То есть, Слона Х6, Ферзь Ж1. На КБ2 Ферзь С1 сразу мат. Ну и все. Очень симпатично, на мой взгляд. Я пошел Ферзь Б2. Выигрыша не упустил. Наверное. Ну вот здесь белое вместо Слон бьет Б7. Могли дать шаг на Ф8 и связать. То есть, я на Б7 защитил. И шансы на победу, на мой взгляд, очень хорошие сохраняются. Все-таки белый король тоже под матом. Пешка никуда не проходит. От связки, может быть, удастся избавиться. По крайней мере, белым играть не проще, это точно. А после Слон бьет Б7, два шага и вечного шага быть не может. Здесь мой противник уронил флаг. Что после Ферзь Б5, король С7. Что после Ферзь Д8, король С6. Черный король уверенно убегает от шагов. И размен Ферзей, конечно, ведет к тому, что лишнего Слона черные нейтрализуют, где бы их король ни был. Да, во время стрима у меня подрезалась линия Аши. Ее никто не видел. Мои извинения. Но получилось забавно. Никто не понимал, что там пешка Аш5 при случае подвисает. Ну вот, на этом блок с разбором закрытого варианта в защите каракан тоже закрыт.